Под обсервацией уже шестеро, еще трое пассажиров рейса Шарджа-Бишкек, которые вместе с другими тремя больными коронавирусом-паломниками 12 марта вернулись из Малого Хаджа, помещены в изоляторы. Однако положительными результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции все еще остаются лишь у троих. В анализах еще двоих пациентов коронавируса не обнаружено, а вот результаты тестов последнего пациента, сообщается, что это женщина, медики еще не получили. Три подтвержденных случаев. Остальные три. Первый день поступил пять. Из пяти их три обнаружены, у двоих нет. Новый поступил вчера. Анализ получили, завтра уже скажем, есть у них коронавирус или нет коронавируса. Сегодня у них состояние удовлетворительное. У кого есть температура в районе 37,5, они получают сегодня полное симптоматическое лечение. Под обсервацией по территории Кыргызстана находится 386 человек и плюс 142, которые имеют прямые контакты, они тоже изолированы. Сегодня в самом Сузаке и еще трех селах Бостон, Благовещенка и Орту-Азия для всех, кроме беременных женщин и тяжелобольных людей, ограничили выезд и въезд. Напомним, накануне во всем районе была объявлена чрезвычайная ситуация. Жителям Сузака рекомендовано оставаться в своих домах. Медики же продолжают выявлять односельчан и родственников, которые контактировали с зараженными паломниками. Тех, кто оказался в списке, сразу же помещают на карантин, но многие из них недовольны своим заточением. Говорят, что не кашляют и не чихают и требуют отпустить домой. Не нравятся некоторым и условия содержания в палатах больниц. По словам подкарантинных, в отделениях, предусмотренных как изоляторы, не проводится уборка и дезинфекция, а также медицинский осмотр прибывших. Между тем, по словам Акима района, ситуация с карантинными больными и в целом положение в районе нормальное, под контролем местной администрации. Выезд разрешен только тем, кому рекомендовали врачи. Это беременные, так как в селе нет родильного дома. У тех, у кого цирроз печени, а также тем, кому необходим гемодиализ. Сегодня доставили 50 тысяч медицинских масок. Глава и Люкметы будут раздавать их бесплатно нуждающимся. А остальным продавать по 6 сомов за штуку. Также доставляются все необходимые продукты питания. Что касается троих зараженных мужчин, самочувствие их удовлетворительное. По словам врачей, повышенной температуры у них не наблюдается. В целом, весь район сейчас изолирован. Мы надеемся, что за время карантина новых больных не обнаружится и жители вернутся к обычной жизни. С сегодняшнего дня во всем изолированном районе пожарные службы проводят санитарную обработку улиц и помещений. В трех селах района работают 35 спасателей и два пожарных расчета. Дезинфекция осуществляется как на пожарных машинах, так и в пешем порядке. Между тем, в социальных сетях неизвестные пользователи пожаловались, что на проведение мероприятий по дезинфекции деньги собирают жители района. Однако замглавы МЧС Калдыс Ахматов ее опроверг. А также добавил, что три зарегистрированных случая заражения все еще не повод для того, чтобы вводить чрезвычайную ситуацию в республиканском масштабе. Если в районе более двух населенных пунктов есть опасность, то необходимо висеть чрезвычайную ситуацию на уровне района. Если взять в областях, то более двух районов есть опасения и условия чрезвычайной ситуации, то вводится режим чрезвычайной ситуации на уровне области, на уровне республики. Если в республике более одного в областях есть опасность и условия чрезвычайной ситуации, то вводится чрезвычайная ситуация на уровне республики. Тем временем самое большое количество подкарантинных пациентов с того рейса в Орской области – 63 человека. На втором месте – Джалалабадская. В обсервации там содержится 48 человек. 8 пациентов в Баткенской области, 4 в Чуйской, по одному в Нарынской и Сыкульских областях. И 19 человек в Бишкеке. Это те, кто прилетели вместе с заразившимися сузатцами. Но, как заявил министр здравоохранения, их пребывание в одном самолете с больными паломниками не означает наличие инфекции у всех. Однако в условиях изолятора все эти люди проводят до 31 марта. Если повторный анализ на выявление инфекции в очередной раз покажет отрицательный результат. Сабина Дамаскина, Джанарбек, доктор Бекулу, НТС.